Вы создатели проекта «Сердце Солнца». Тяжело было создать такой проект? Ну, создатель тяжело сказать, потому что я скорее создатель проекта «Живой звук», а «Сердце Солнца» — это, ну, я не знаю, это мое творчество, это мои песни, которые просто писались так или иначе. Там, независимо от того, создаешь ты группу или нет, ты просто пишешь. Пишешь песни, естественно, ты хочешь это услышать, исполнить. Ты находишь единомышленников, музыкантов. Вы собираетесь и начинаете делать какие-то первые попытки изобразить это на музыкальных инструментах. То есть, вас прощает музыка, она сделает музыку? Да-да-да, конечно. В общей игре, ну, так начиналось все, во всяком случае. И я еще четко помню, конечно, это ощущение, когда слышишь свою песню в первый раз в жизни с барабанной установкой. Это, наверное, самое незабываемое ощущение из всего творческого пути абсолютно. Ну, и сейчас, конечно же, все перевезло более серьезные вещи. То есть, музыканты не профессиональные, все ребята взрослые, поэтому подход немножко, конечно, стал другой, менее романтичный. Но мы работаем, мы стараемся, мы пишем песни. И, наверное, удовольствие получается же в момент создания какого-то там живота. То есть, понятно, что песня написана, музыка есть, это само собой, она просто пишется, появляется очень серьезно. Когда вот все вылизывается, нотки расставляются, все, наверное, в этом. У человека, который идет на компромисс? Конечно. Ну, что самое главное, ты считаешь, будет, потому что занимается эта проблема, которая не помешается, если идти на компромисс? На компромисс всегда, лепетит, когда будут идти на мышцы. А когда музыканты, как лебедь, ищут алирак, да, в разные стороны. Один хочет играть тяжелый металл, второй хочет играть чуть-чуть в Виттл, да, из-за этого никогда ничего не получится. Компромисс археологический. Потому что музыканты, сколько бы их ни было в группе, они должны любить именно свою музыку. Тогда, да, когда находится компромисс, каждый мысль, что-то свое, но в целом получается, в целом знание. Да, у нас-то успеха особо такого, чтобы сказать, нет, поэтому работа, работа, много работы, да. Ну, конечно, безусловно, есть какие-то, в принципе, какое-то количество есть и постоянных слушателей, да. То есть я не скажу, что у нас концерты проходят в пустыне, нет, но работа. То есть чем больше ты работаешь, чем больше ты пишешь нового материала, и чем больше ты это делаешь качественно и искренне, тем больше людей тебе верят и изъявляют желание тебя слушать. Когда тебя слушают, понятно, что значит, ты чего-то искренне. Но, в принципе, в любом случае, это касается не только музыки, работа, и все. А был ли ваш творческий кризис? Конечно, бывает постоянно. Особенно, когда начинаешь заниматься организацией, концертов. Сразу же наступает творческий кризис, а не много музыки. Вот когда у вас в поляцки берут идеи, вы записываете? Нет. Не записываете, а как же можно? Прошла идея, записала, когда надо, вот они видны. Ну, идеи не приходят вот так, чтобы записать. Ну, у меня, значит, я не знаю, какого остальных. У меня песня просто берет и пишется. И на написание песни, текст плюс музыка, да, у меня уходит ровно столько времени, сколько нужно, чтобы взять почку-бумажку, это записать. То есть, пять минут готовой песни. Они просто приходятся. Если она пришла, она уже не забыла. Если какая-то идея где-то мельком возникла, я не записал, а через час я ее не вспомнил, значит, нам того не стоит. Вы играете на одном из коленей студентов? Да. А вы что-то хотели когда-то просить музыкальную школу, научиться в музыкальной школе, а как вы делаете? Ну, знаете, никогда не хотел пойти в музыкальную школу, чему-то научиться. И сейчас я очень понимаю, что нужно. Нужно учиться играть, ходить, заниматься с преподавателем, более того, я это делаю. Но получилось здорово, что я начал делать это вот спустя много лет. Почему? Потому что за блоки, там, написания писан, я выработал какой-то свой стиль. И теперь самое время просто по форме, как это все подписано. Но никакой преподаватель уже не испортит того, чего наработано, собственно. А на гитаре научимся писать? Ну, какие все. Я как-то не могу, а на каком-то не могу. Ну, на гитаре могут, я думаю, все научиться, просто не хватает терпения. Ну, побольше. Терпение – работа, опять-таки. То есть, все абсолютно можно сделать, если работа. Да. Ну, вопрос, опять же, очень вопрос в фестивалях. А билеты можно будет купить на последнем? Это неограничено, конечно, билеты? Нет. Абсолютно неограничено. А действительно, что мы будем смотреть по предпродаже. И если будет, дай бог, конечно, да, очень большое количество билетов, мы можем, конечно, уже закрыть продажу с целью того, чтобы на площадке не было толпы. Опять-таки, с целью безопасности. Мне еще интересно, что вы набираете волонтеров. Да, есть такое. Ну, вот, давно писал человек, он хочет быть волонтером. Одному желания ему недостаточно, и он должен обладать каким-то качеством. Ну, я думаю, что каждый случай, желание, понятно, это уже 90% дело. Мы же понимаем для себя, что волонтерство, это интересно, это классно, это о себе знаем, да? Но нужно все-таки понимать, что это большой фестиваль, это большая ответственность, это большое количество людей и объемы работы. Мы должны понимать, что мы можем рассчитывать на чем-то, да? Что и внутри против ландера? Ну, есть небольшие, скажем, там, вещи, которые так или иначе можно делать. И помогать группам с выходом на сцену, с каким-то оборудованием, там, я не знаю, даже просто сбиток, да, группам, помогать возле сцены непосредственно активность, которая будет проходить, а это будет фаер-шоу, байк-шоу, и вот вроде бы договорились с Федерацией паркура Ирана, Украины, то есть им помогает, просто банально, там, с оборудованием. Это схожи на люди, да? Нужны люди, нужны руки, чтобы все делалось быстро, четко, качественно. Да, мы будем сцеплены на вашем фестивале, очень интересно. Мы желаем вам успехов и до свидания. Спасибо. С вами был продюсер, и все. Спасибо.